Черкесы, адыги, шапсуги, кабардинцы, убыхи представляли Ахына в виде огромного могучего скотовода с пастушеским посохом, кто сажен длиной в руках. Он мог перешагивать через реки с горы на гору. Имел он длинное копье, которым убивал диких зверей и птиц. Ахын, по народному представлению, был существом весьма сильным и потому заслуживающим особого почета. В обществе арт-куач, современный Адлер, находился род Цесбе, состоявший из нескольких дворов. Это семейство с давних пор особенно относилось к Ахыну. Некогда на Черноморском побережье, при слиянии рек Туапсе и Цепс, Цыпка, жил в горах некий человек, и была у него красавица-дочь. Много было у нее женихов, но отец всенародно объявил, что только тот получит руку дочери, кто перепрыгнет с горы на гору через долину реки Туапсе. И вот однажды пришел великан по имени Ахын, и, взойдя на гору, оперся своим неразлучным посохом о дно долины и перепрыгнул на противоположную сторону. Посох его был длиною в сто сажен и имел железный наконечник. Испугался дикого великана отец красавицы, но последний понравился Ахын, и она стала его женой. Прошло некоторое время, и Ахын вздумал навестить тестья. Прослышав об этом, испугавшийся тесть, забрав имущество, семью и скот, бежал по берегу моря на юг. Остановился он у устья реки Шахэ. Ахын пошел следом за ним вместе со всем своим имуществом и стадами. У него было так много скота, что когда скот пасся, то покрывал собой все окрестные горы. Остановившись тоже в долине реки Шахэ, Ахын не заметил своего маленького соседа-тестья. Ахын окопал всю сторону глубоким рвом с водою. Чтобы выйти наружу, напирался одно рва своим посохом и перепрыгивал на другой берег. Однажды тесть вязал два срубленных дерева, перебросил их через ров и, пробравшись к дочери, спросил, когда очередной сон Ахына. Дело в том, что Ахын бодрствовал целую неделю, после чего другую неделю спал. Когда наступил очередной сон Ахына, тесть вторично пробрался в его лагерь и подпилил в нескольких местах стосаженный посох. Сделав это, он снова удалился. Проснувшись и прыгнув через ров, Ахын упал в ров и утонул. Так погиб Ахын в долине реки Шахэ. После его смерти неизвестно, куда исчезли все многочисленные его стада. Его честь названа гора Ахун, ставшая одним из символов города Сочи, а также небольшой поселок Ахинтам, в окрестностях которого, согласно легенде, он и... Редактор субтитров А.Семкин